Друзья, всем привет! И сегодня у нас на обзоре часы от китайского бренда Pagani Design. По моим наблюдениям, бренд стал заниматься не просто хаможированием, а переосмыслением многих моделей на свой лад, так сказать. Понятное дело, что в любом случае китайцы используют в основе практически всех своих продуктов дизайна именитых брендов. Часы поставляются вот в такой вот незамысловатой картонной коробке, но учитывая их стоимость, по большому счету это абсолютно нормальное явление. Главным в любом случае для нас с вами, друзья, является, так сказать, содержимое. Итак, друзья, помимо часов в коробке вы обнаружите гарантийный талон и, собственно говоря, небольшой мануал на английском языке. Плюс есть еще такая вот небольшая отверточка для монтажа браслета. Ну и, собственно, герои нашего сегодняшнего обзора часы. Вот, к сожалению, название никакое не могу сюда вставить, потому что его нет. Будем именовать их PD1649. Это единственный, я уж не знаю, серийный номер или все-таки референс, который здесь присутствует. В целом, на мой взгляд, часы получились достаточно приятные. Я бы не сказал, что это прямой хамаж. Здесь много таких прям интересных решений. Давайте с вами более подробно посмотрим. Итак, безель, друзья, естественно, сделан он не из керамики. Это, по сути, пластик сверху покрыт каким-то то ли стеклом, то ли каким-то другим материалом. Но, в целом, выглядит достойно. Звучит тоже, в целом, неплохо. Люфт небольшой имеется, но такой, скажем, не критичный. Сам безель здесь на 60 кликов. То есть, вполне себе такое достойное решение. Но, видите, все-таки люфт небольшой есть. Забыл, кстати, сказать, в комплекте идет вот такая вот еще приятная тряпочка. Это, на самом деле, не воловажный момент. Многие, даже известные бренды, почему-то себе в комплекты такие не кладут. А между тем, вещь очень и очень полезная. Между тем, наверное, многие из вас обратили внимание, что моделька такая не совсем маленькая. Я бы сказал, габаритная. Давайте пройдемся с вами по размерам. Итак, друзья, значит, размеры корпуса у нас 44 миллиметра составляют. Ну, вы понимаете, что это достаточно габаритные часы. По толщине, друзья, здесь у нас с вами, как видите, практически 15. И от ушка до ушка у нас здесь 50. С вами браслета 22. Часы, друзья, брутальные, мужские. Прям такие габаритные. Вот так они смотрятся на запястье 18,5. Я считаю, что очень неплохо сидят. На запястье, конечно, где-то там, наверное, в районе 17 будут уже не очень. А вот если у вас большая, так сказать, мясистая рука в районе 18,5-20, они вам, друзья, идеально подойдут. Но в целом они как-то не ощущаются глобально габаритными. Нет вот ощущения тяжеловесности какой-то. То есть, на мой взгляд, в принципе, такой увесистый, нормальный мужской размер. В целом, как по мне, вот эта вот тенденция с постоянным уменьшением размеров часов, которую мы наблюдаем последние несколько лет, мне кажется, она потихоньку сходит на нет. Потому что уже до каких-то критических величин дошли вот эти вот 36-миллиметровые модели. Они, безусловно, конечно, хороши. Но, тем не менее, огромное количество людей имеет габаритные запястья. И вот, допустим, даже на моих 18,5-36 миллиметров смотрится, на мой взгляд, как-то не очень. Поэтому я, допустим, всячески приветствую изменения этого тренда. Вот, на мой взгляд, часы в размерах 42-44. Это такие хорошие мужские экземпляры, в том числе и эта модель. Я приобретал данную модель на платформе Joom в официальном магазине. Тут вот конкретно на эту модель 57 отзывов. И все они, в принципе, положительные. Из чего я делаю вывод, что, конечно, большинству, наверное, эта модель зашла. Причем она здесь в разных цветовых решениях присутствует. Как, на мой взгляд, вот синие такие самые интересные. Но это, опять же, вкусовщина. Значит, по стоимости, друзья, здесь эти часы стоят 8131 рубль. А 10% промокод вы всегда можете в телеграм-канале данной платформы получить. Я ссылки все в описании оставлю. Отличная стоимость для полноценных механических часов в очень нетривиальном дизайне. Задняя крышка, друзья, у нас завинчивающаяся. И имеет прозрачное стекло, за которым мы можем с вами наблюдать за работой механизма NH35. Это отличная рабочая лошадка от компании Seiko с запасом хода 42 часа, со стоп-секундой, с ручным заводом, с автоматическим заводом, с точностью хода. Но тут, на самом деле, паспортные данные, если не ошибаюсь, 15-25 секунд. В районе 20 секунд в сутки, если они у вас будут ходить, то это, в принципе, уже хороший показатель. Хотя, опять же, со слов владельцев, есть экземпляры, которые по 5 секунд в день ходят. Это, на самом деле, лотерея, друзья. По большому счету, можно, конечно, их мастеру какому-нибудь отдать для точной настройки. Но надо ли? Вопрос открытый. Я лично всегда приветствую наличие прозрачных крышек на механических часах. Все-таки всегда приятно видеть, что у тебя находится под капотом, так сказать. Но вот базовые, к сожалению, механизмы, они практически никак не декорированы. Поэтому здесь наличие, так сказать, этой прозрачной крышки может быть даже отчасти и минус. Но ладно, не будем придираться. На самом деле, для бюджетных часов это уже очень большой плюс. Друзья, что касается отделки непосредственно самого корпуса. Вот сбоку здесь полностью все сатинированное. Но грани сверху, вот на ушках, они у нас полированы в зеркало. Это, на самом деле, достаточно точная и тяжелая обработка. Особенно вот для таких базовых моделей. Вообще удивительно, что китайцы настолько, так сказать, преуспели в этом вопросе. Такая здесь массивная заводная головка. Двойная фактически присутствует. Она тоже отчасти, вот, кстати, здесь и брендинг определенный присутствует. Она прям является такой неотъемлемой частью вот этого брутального дизайна этих часов. Сам безель, ну, достаточно приятный для хвата. И самое главное, что сатинирование на самом браслете, по большому счету, ну, практически попадает в сатинирование самого корпуса. Кстати, вот у многих производителей, у того же Seiko, очень часто с этим проблемой. Здесь более-менее так получилось. Что касается, друзья, стекла на задней крышке, это простая минералка. А вот с основным стеклом, друзья, у нас здесь интересная штука получилась. Начал я вникать. Изучил на сайте производителя технические характеристики. И сделал для себя открытие, что, оказывается, Hardlex ставит не только Seiko, но и китайские производители. Не знаю, насколько это правда. Сейчас мы единственное, что могу попробовать с вами померить. Но, опять же, если это не Sapphire, нам эти измерения ничего не дадут. Но, вот, обратите внимание, насколько выпукло это стекло. Одним словом, стекло у нас прям купольного типа. И возвышается оно над корпусом прям на несколько миллиметров. Это точно. Ну, что, друзья, посмотрим у нас относительно стекла. Какая ситуация. Ну, понятно, что здесь ничего интересного не увидим. Минералочка, друзья, пусть и качественная Hardlex, но, тем не менее, ну, как бы Sapphire. В целом, конечно, китайцы за эти деньги умудряются и Sapphire ставить. Но, здесь Hardlex, он, безусловно, царапается. Не так, конечно, как обычная минералка. Но, тем не менее. Одним словом, усиленное минеральное стекло. Вес всего 175 грамм. На полном браслете составляет, в принципе, для таких габаритов это достаточно низкие показатели. Подходим с вами, друзья, к браслету. И здесь он в уэстер-типе. На самом деле, идеально подходит вообще для этой модели часов. Идеально, на мой взгляд, с ними сочетается. Особенно, вот эта вот полированная в зеркало часть с гранями на ушко. Ну, на мой взгляд, ничего лучше было для этих часов и невозможно придумать. На мой взгляд, он немножко островат. Вот, хотелось бы помягче. Но, с другой стороны, по большому счету, знаете, на Алиэкспрессе иногда продаются браслеты без часов. Вот, примерно, такого же качества и за эти деньги. Поэтому, это неплохое решение. Единственный нюанс, чтобы вы знали, вот эти уэстер-типы браслеты с полированной в зеркало центральной частью, они очень быстро теряют свой внешний вид. Очень быстро набирают царапины. Особенно, в нижней части. А так, в целом, это очень достойное решение. Неплохая здесь геометрия. Внутренние даже грани. Ну, да, кстати, отделка на них имеется. На самом замке у нас присутствуют три отверстия для регулировки длины, что тоже, безусловно, плюс. Защёлка, она, в принципе, летая полностью. Хорошего качества, неплохого. Сатинирование, конечно, могло быть получше. Но, в целом, за эти деньги очень-очень неплохо. Ну, и гвоздь, так сказать, программы, это летая полностью защёлка. Часы, друзья, имеют водозащиту 100 метров и завинчивающуюся заводную головку. Всё работает чётко. Есть стоп-секунда. Мягкий привод. Одним словом, к работе непосредственно самого механизма завода и к самой заводной головке вопросов нет. Ну, и переходим, друзья, к главному. Ну, это циферблат. Здесь у нас из усложнения есть дата на три часа. На, соответственно, циферблате мы видим здесь название бренда Pagani Design. Помимо этого, на стрелках, метках мы с вами видим нанесённый люминофор, который очень ярко светится. А также, наверное, самым главным таким элементом дизайна в циферблате является его, так сказать, многоярусность. То есть, мы сверху видим с вами такое вот подобие железной дороги. Блестящие такие контрастные, отливающие на солнце метки. И очень интересные стрелки. И стрелки-скелетоны, которые, собственно говоря, не загораживают собой информацию, потому что они достаточно габаритные. Меня также лично, друзья, порадовала очень длинная секундная стрелка. На самом деле, для меня это вот такой, скажем, пунктик. Очень не люблю часы с короткими стрелками. Здесь она прям фактически до самого края циферблата достаёт. Очень приятно. На стрелке на секунду также есть люминофор. Она как сделана в форме стрелы. Сам циферблат, друзья, имеет градиент. Фактически от светло-синего к чёрному. Очень приятное сочетание. Ну и если приглядеться, то сама подложка имеет такую зернистую форму. По итогу, друзья, что имеем в сухом остатке? Это достаточно массивные габаритные часы. Несмотря на свои габариты, очень комфортные и не тяжёлые. С очень хорошим качественным браслетом. С просто прекрасной застёжкой. И ещё учитывая цену, то это прекрасный вариант. Безусловно, под классическую какую-то одежду эти часы вряд ли подойдут. В этом есть свои ограничения. Ну, на самом деле, модели не позиционируются как универсальные. Это всё-таки дайвер. Причём такой достаточно массивный, брутальный, с хорошей водозащитой. А вот на отдыхе где-то, или если вы в целом предпочитаете какой-то кужуальный стиль в одежде, они идеально подойдут. Смотреться будут гармонично. В принципе, цветовая гамма вот в таком виде, в котором у меня эти часы на обзоре, она вообще абсолютно ни к чему не обязывает. Судя по количеству отзывов на эту модель, она достаточно популярна. И я прекрасно понимаю, почему в целом часы ощущаются и выглядят очень гармонично, друзья. Надеюсь, был вам полезен. До новых встреч!